11.06 в Кирове, сегодня среда, в студии Олег Прохоренко и Светлана Занько, и это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Да, все верно. Мы сегодня берем тему, которая касается не только бизнеса и бизнесменов, тема касается буквально каждого, совершенно каждого россиянина. Вопрос этот обсуждался уже очень давно, и мы сейчас уже на пороге перехода в новую цифровую эру телевидения. При этом новая цифровая эра, возможно, конечно, все новое, должно нести позитивное и хорошее, но не без сложностей. Мы должны понять, насколько этот переход скажется на каждого человека, который любит и смотрит телевидение, и как это скажется на телебизнесе. Назвали мы провокационно. Немножко наш сегодняшний эфир назвали так. «Цифровое гетто. Как будут зарабатывать с отменой аналогового вещания кировские производители телеконтента». Понятно, что это название условное, тем более, что сценарий все-таки избран не шоковый, а постепенный переход на цифровое эфирное вещание телевидения в России с постепенным же сокращением аналогового вещания с 1 января 2019 года. И надо сказать, что пока государство перестает субсидировать телевизионные каналы по распространению сигналов в городах с населением менее 100 тысяч человек, аналоговый сигнал. Поэтому это касается обязательных общезоступных каналов. И как раз сегодня, наверное, спросим гостей, как расшифровать эту формулировку, что все остальные каналы, такие как РЕН-ТВ, ТНТ, СТС, региональные каналы, вольны работать в аналоге сколько захотят. Но, соответственно, нужно будет искать где-то финансирование на это вещание, то есть государство больше не субсидирует это вещание. То есть насколько будут доступны различные телеканалы для и горожан, и селян, нужно выяснить. И не уйдут ли в связи с этим переходом вообще с телевизора региональные телеканалы? Я небольшое еще вступление сделаю. На самом деле мы отстаем от Европы лет на 10. В 2002 году, когда был на стажировке в Германии, как раз был на презентации запуска цифрового телевидения там. Это называлось Digital Terrestrische Fernsehen. 2002 год. У нас вещание началось тестовое в 2012, спустя 10 лет. Ну и спустя еще 6 лет, там несколько было сроков, с 2015 года началось. Обещали, что все, там аналог отомрет и останется цифра. Ну, к концу 2018 года покрытие практически стопроцентное, за исключением там некоторых регионов в Сибири, насколько я понимаю. И сейчас уже можно говорить о том, что все, мы вступаем в цифровую эру. Чем это чего-то для потребителей, чем это чего-то для региональных телекомпаний, сегодня разберем. Да, мне кажется, что до сих пор, в общем, мы не особо осознаем, что вообще происходит и как это скажется на каждом из нас. Неважно, работаем мы на телевидении или мы потребляем эти услуги. И мы попытаемся сегодня разобраться с двух сторон. И начнем мы с потребительской истории. У нас в гостях Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области. Юрий Иванович, добрый день. Здравствуйте. Иван Седлов, директор Кировского областного радиотелевизионного передающего центра. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поводом на самом деле для того, чтобы мы сегодня собрались, было мероприятие, рабочая группа, заседание, которое организовала Вятская торгово-промышленная палата на прошлой неделе. Андрей Леонидович Усенко его, собственно, проводил. Андрей Леонидович его в нашей студии, сейчас вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Андрей Леонидович, здравствуйте. Мы говорим о ситуации в Кировской области, и мы начнём с потребительского вопроса. Поэтому я обращаюсь к Юрию Ивановичу Палюху, министру. Юрий Иванович, опишите, пожалуйста, ситуацию и что мы должны сказать потребителю. Да, действительно, с 1 января 2019 года уже окончательный бесповоротный переход на цифровое вещание в Российской Федерации будет осуществляться. Это уже третий перенос этих сроков, он должен был случиться ещё 3 года назад, однако 2019 год уже последних переносов не будет. Здесь стоит отметить, что на прошлой неделе, в четверг, было заседание профильного комитета Совета Федерации на федеральном уровне, где было принято решение о всё же поэтапном переходе на цифровое вещание в Российской Федерации, которое всё-таки растягивается, будет не единовременно в январе, будет отключено у всех вещания в аналоговом режиме, а будет пролонгирована эта вся история с января по январь 2019 года. Первыми в эту историю входит Тверская область, у которой, если не ошибаюсь, с 19 или с 9 декабря будет отключено вещание в аналоговом режиме, и Тверская область в полном объёме перейдёт на вещание только в цифровом формате. Тверская область изъявила желание и выразила свою готовность перейти на этот режим, то есть это инициатива региона. Во второй очереди тоже, которая будет у нас в февраль 2019 года, там с десяток субъектов Российской Федерации, которые выразили желание участвовать во второй очереди, отключение аналогового вещания. Мы же для себя выбрали формат максимально плавного входа в эту историю, и мы видим себя в третьей очереди, которая рассчитана где-то на завершение всей этой очереди, на июнь 2019 года. Мы полагаем, что здесь, прежде всего, должна быть готовность не по нашему мнению, я лично готов, готовы должны быть граждане, мы должны понимать, что информация доведена в полном объёме до всех, все понимают, какое оборудование необходимо купить, зависит от того, в каком населённом пункте они проживают. Мы хотим максимально полно, может быть, многократно, может быть, надоест гражданам уже с этой информацией, максимально везде об этом сообщить, проинформировать, и уже, будучи уверенными в том, что население готово технически к этой истории, уже в июне плавно на эту историю перейти. Андрей Леонидович, что значит переход с аналога на цифру? Это значит, что не все телевизионные приёмники смогут принимать тот сигнал, который транслируется, часть из них потребует приобретения дополнительного оборудования, во-первых. Во-вторых, это с точки зрения населения. С точки зрения разворота на бизнес, если развернуть тему, то это означает, что в достаточно сложной ситуации находятся те хозяйствующие субъекты, которые этой деятельностью занимаются, собственно говоря, телекомпании региональные. И окончательного понимания того, как они будут осуществлять свою деятельность в дальнейшем, на данный момент нет, потому что все правила игры полностью не сформированы. Это, во-первых, такой узкий аспект, а широкий аспект касается того, что не очень понятно, каким образом региональная информация различного характера, рекламного, коммерческого, общественно значимого, будет попадать в телевизионный эфир. Вот пока мы, по крайней мере, как сообщество предпринимателей, торгово-промышленная палата и как общественная палата региона, это понимаем не до конца. То есть тот контент, который генерируется на региональном уровне, как он будет попадать в телевизионный эфир, если будет идти централизованная передача сигнала, мы не понимаем. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями. Передадим слово Ивану Седлову, директору Кировского областного радиотелевизионного передающего центра. И вот такую узкую историю про то, что могут сделать кировчане для того, чтобы остаться в информационном поле. Нет, ну и что сделано технически, да. То есть, я так понимаю, что одновременно будут вещаться сейчас до июня и аналоговые эти линии. Цифровое, какой объем покрытия и как обеспечит Кировская область общий сигналом, об этом поговорим после небольшого перерыва. Эти два вопроса мы передадим Ивану Ивановичу. Итак, да, цифровой гефток, как будут зарабатываться отмены аналогового вещания кировские производители телеконтента, мы подберемся к этой теме ближе ко второму часу. А в первом часе мы должны описать эту ситуацию, которая сейчас в телевизионном вещании в России существует и к чему мы идем с помощью наших гостей. Еще раз их представлю. Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области. Добрый день. Иван Седлов, директор Кировского областного радиотелевизионного передающего центра. Здравствуйте. Андрей Усенков, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты и представитель общественной палаты Кировской области в Российской общественной палате. Там, кстати, Андрей Леонидович разбирался этот вопрос. Представители общественной палаты участвовали в том форуме, который проводил ЭТП ПРФ. 19 числа, понедельник. Мы о нем поговорим после 12. Андрей Шпор, директор холдинга «Медиа-9» и телеканал РБК «Пельм». Здравствуйте. Андрей в перерыве сказал, что все будет хорошо, и мы специально его припасем на сладкое, что называется, как будет хорошо. Мы обращались до перерыва к Ивану Ивановичу Седлову с двумя вопросами. Во-первых, насколько технически Кировская область готова к переходу на цифру? Во-вторых, что должны сделать жители области, чтобы не выпасть из информационного поля? Я хочу сказать, что на сегодняшний день на территории Кировской области реализована федеральная целевая программа, которая была утверждена правительством в 2009 году. Называлась она «Развитие телеразвещания в Российской Федерации». Срок окончания программы 2018 год. Сегодня у нас достигнута, построена, создана сеть цифрового обещания. Сохвата населения 98,7% эфирным цифровым телевидением. Телевидение есть, значит, вот вы сказали, что все население заинтересовано. В принципе, я немножко не согласен, потому что телевидение есть, значит, кабельное, основное такое, есть телевидение эфирное. Это то, о чем мы сегодня говорим, есть телевидение спутниковое. Примерно статистика показывает, что у нас в Российской Федерации по 30% населения смотрят то и другое. То есть, если кто-то сегодня в Кирове смотрит кабельное телевидение, его все устраивают, там местная программа, в принципе, ему волноваться абсолютно нечего. Если кто-то на селе смотрит спутниковое, через спутниковые тарелки, будем так говорить, его тоже все устраивают, являются абонентом спутниковых операторов, ему тоже ничего не надо беспокоиться. Поэтому речь идет, я считаю, о 30% телезрителей наших. Ну, еще есть интернет-телевидение, которое там небольшую долю занимает. Сеть наша состоит из 48 объектов телеобещания, начиная с Кировского, самого мощного нашего, значит, объекта, и дальше все точки области. Мы, значит, сосредоточены в этих точках ретрансляторы. Первый мультиплекс, то есть 10 федеральных каналов у нас транслируются, уже регулярно транслируются на регулярной основе с февраля 2015 года на территории области. То есть, население Кировской области 10 каналов уже могли принимать с февраля 2015 года. Второй мультиплекс, была задержка, Юрий Иванович говорил. Ну, значит, но на сегодня ситуация такая. Мы планируем, вот, примерно до 20 декабря на всей территории области включить и второй мультиплекс. Таким образом, значит, население Кировской области, где-то ближе к Новому году, будет иметь возможность принимать 20 каналов свободного доступа. Значит, с ноября прошлого года у нас в составе программ «Россия-1» телепрограмма, «Россия-24» и ради России идут блоки программ «ГТРК-Вятка» нашей. То есть, местные вещания тоже в первом мультиплексе сегодня присутствуют. Естественно, мы, строя, создавая эту сеть, мы ездили по районам, и наша задача была, как можно быстрее довести до населения возможности этой сети, и чтобы, значит, люди переходили уже, естественно. Тут не будем говорить, я думаю, о преимуществе. Преимущество все, наверное, уже знают, что цифра и аналог. Если аналог у нас был, были населенные пункты, где от силы два канала принимали всего, значит, и то с помехами, то здесь качество, конечно, другое, количество тоже другое, значит, все абсолютно более высокий уровень. Поэтому мы старались довести до населения, рассказывали им, встречались с главными поселениями прямо напрямую в райцентрах. То есть, в принципе, информация, мы информацией уже занимались, начиная аж с 2012 года, с момента внедрения первого ретранслятора, это в декабре 2012 года, в Верхошижеме у нас был установлен первый цифровой ретранслятор. Так что, конечно... Иван Иванович, а ретрансляторы за счет чего, или за счет каких средств таким устанавливались? Это была федеральная целевая программа, значит, на первый мультиплекс, на сеть первого мультиплекса, в результате которой нам пришлось поставить 32 новые телебашни, используя 16 существующих аналогов телебашен, которые для аналогов телевидения. Это все финансировалось из федерального бюджета. Значит, ну, в сумме примерно миллионов 650, значит, на территории области было потрачено для создания сети первого мультиплекса. Сеть второго мультиплекса, куда входят коммерческие компании, она тоже бесплатна, второй мультиплекс тоже бесплатен, полностью для населения является. Значит, там создавалось за счет привлеченных средств, инвестиций, значит... Этих телекомпаний, которые хотели попасть во второй мультиплекс? Да, этих телекомпаний, так примерно. А третий тоже за счет телекомпаний? А третий мультиплекс, пока я не могу сказать сроки строительства, это еще вопрос идет... Вот у меня передное решение правительства, которое было 15 ноября, буквально на днях, которое внесло коррекцию, значит, вы сказали с первого числа, значит, здесь получается, что вот Юрий Иванович сказал, как будет это все происходить, будет поэтапно. И причем выключение не только в населенных пунктах минус 100 минус, а практически вот этим решением принято такое, значит, постановление, что выключение будет всего аналогового телевидения, всех федеральных каналов, которые транслируются в аналоговом телевидении, независимо от населенного пункта, то есть и в Кирове, и везде, значит, одномоментное отключение. Но только по срокам отключения правительство должно до декабря месяца, до, по-моему, 9-10 декабря разработать график переключений по регионам. Вот Юрий Иванович назвал уже проект, как бы, первой очереди отключения, там 10 определенных областей, но Кировская область туда пока не попадает. Иванович, прошу прощения, это затратные мероприятия, дополнительные вещания, аналоговое телевидение или там никаких особых затрат, кроме там потребления электрической энергии не происходит? Да нет, это, ну как, это затратные, не только электроэнергия, мы обязаны бы вам поддерживать в течение полгода, если, допустим, поддерживать сети в рабочем состоянии, мы должны выезжать на эти объекты, проведить измерения, ремонтировать их, значит, практически поддерживать, даже те здания поддерживают тепловой режим, где у нас только аналоговые передатчики стоят. У нас есть не только цифровые, как бы, чисто для аналоговых передатчиков, поэтому это все, расчищать дороги, прежде чем подъехать туда, у нас с дорогами очень плохо к этим ретрансляторам, зимой особенно, поэтому это все, конечно, затратно, значит, но это... И эти затраты ложатся... Вот здесь, на федеральный бюджет, решение правительства принято, что, значит, обеспечить работу аналогового телевидения за счет субсидий из федерального бюджета. А вот еще момент, вот то, что говорилось о возможности продолжения вещания в аналоговом формате, но уже за счет каких-то других нефедеральных источников, это в Кировской области возможно или это, ну, как бы, исключено? Значит, трансляция в аналоговом формате тех телекомпаний общероссийских, которые попали в первый мультипес, согласно этому решению, не будет нигде по всей России. А коммерческие компании? Просто финансировать ее они будут. А коммерческие, а коммерческие речи нет. В принципе, так сказать, подход такой, что коммерческие компании в аналоговом формате могут работать до тех пор, пока у них есть финансовая возможность, пока они, значит, считают это целесообразным. Но, значит, тут есть вопрос с частотами. На будущий год у всех коммерческих компаний по России, насколько я знаю, кончается действие аналогов частот. Вот в данном постановлении тоже сказано, что Министерство связи Российской Федерации принят решение, чтобы коммерческие компании могли работать дальше, значит, и после 19-го года. Насколько дальше могут работать коммерческие компании, я сейчас Андрею Леонидовичу адресую этот вопрос в аналоге, станут ли они платить за это деньги, выгодно ли для них это? Ну, я думаю, что здесь, начав говорить, что все будет хорошо, Андрей как раз там ответит на этот вопрос, но я-то хочу просто, коллег, давайте там немножко упростим там понимание ситуации. Речь идет о том, что государство говорит, что мы обещаем обеспечивать, значит, трансляцию 20 в итоге там каналов федеральных на территории всей Российской Федерации практически, да, для того, чтобы у населения была возможность их смотреть. Все остальное мы не обещаем. И каждый решает свою проблему сам. Мы понимаем, что там региональные каналы остаются в кабеле, да, договорившись с кабельными операторами, мы понимаем, что их нет в спутнике, потому что они там на спутник не заходят. Соответственно, речь идет о том, что если они не остаются в эфире, у них остается та названная там доля в 30 процентов, дай бог, в кабельном телевидении. Приземленно, на мой взгляд, ситуация выглядит так. Если не считать ГТРК именно как единственный там... Ну, я не могу отнести ГТРК к коммерческим частным каналам, да, так как это государственная телерадиокомпания. Ну, это региональный контент. Ну, региональный, да. Лидер по продажам рекламы в Российской Федерации это ГТРК, конечно, но она, конечно, не коммерческая компания. Это Андрей Шпорт заговорил? Ну, так, вот пас от Андрея Леонидовича, пожалуйста. Нет, ну, все верно, абсолютно. Никаких проблем, я еще раз говорю, я не вижу в переходе на цифровое телевидение. В каждом конкретном регионе Российской Федерации своя картина существует. Но вот это усредненное дробление на три категории 30-30-30, это действительно вот так средняя температура по больнице в Российской Федерации. В Кирове, ну, в Кировской области ситуация несколько иная, точных данных у меня нету по количеству, например, спутниковых абонентов. Последний раз я эту цифру увидел, где-то она была в районе 120 тысяч контрактов, подписанных на спутник в Кировской области. Кабель, например, если мы говорим о кабеле и региональных каналах, то он сосредоточен в региональной столице, в городе Кирове. Это покрытие порядка 80% домохозяйств с кабельными сетями и, соответственно, аудитория местных телеканалов, фактически, которые остаются в кабеле, она на самом деле не сильно-то и снижается. Остальные 20%, которые не купили себе по какой-то причине, например, кабельное вещание, они либо смотрят в аналоги, а аналог часть компаний будет продолжать оплачивать, именно частных компаний, негосударственных. Либо смотрят в спутник, а там вообще, в принципе, местного контента нет и быть не может по определению. Нет, ну как есть телевидение в Чечне, например. Да, есть, но мы же не в Чечне с вами находимся. И телевидение в Чечне глубоко убыточное предприятие, это государственная ведь все-таки телекомпания, не частная. Если говорить о частных компаниях, то единицы могут себе позволить вещание на спутник. И на самом деле непонятно, зачем смотреть, например, там, иркутские новости на всю страну или там те же грозненские, кому они нужны, в принципе, в Кирове. Вот, поэтому у нас все в этом плане, в регионе достаточно оптимистично. Ну, об этом чуть позже поговорим. Коллеги, я бы все-таки хотел вернуться вот к этому пониманию, да, распространение регионального контента, может быть, услышать ответ. Меня это беспокоит с двух точек зрения. Первое, это, ну, не безранжирование, да, первое попадание местного контента с точки зрения продвижения, там, опять же, наших производителей в виде рекламы, да, собственно говоря, за счет чего и живут региональные компании. Судя по словам Андрея, это остается только там в кабеле, по большому счету, либо в добровольном порядке вещания в эфире. И второй, наверное, более важный вопрос, это вопрос, ну, скажем так, информирования населения о тех или иных процессах, происходящих в регионе, причем с разных точек зрения. Да, здесь я говорю, как там член общественной палаты, и с точки зрения новостных сюжетов и событий, и с точки зрения, не дай бог, там, катаклизмов и чрезвычайных ситуаций. Каким образом телевидение, как один из основных, там, каналов распространения информации будет здесь работать? Вот, есть какой-то ответ на этот вопрос в данном случае? Давайте министру передадим слово и попытаемся ответить на этот вопрос. Юрий Иванович, пожалуйста. Да, здесь еще хотел бы добавить, прежде чем ответить на этот вопрос, Иван Иванович очень важную тему затронул, которую я пока не стал затрагивать, потому что рано. Это, вот мы говорили во вступлении о том, что во всех населенных пунктах менее 100 тысяч человек аналоговещание будет отключено, во всех остальных оно будет сохранено. Иван Иванович сказал о том, что даже для этих населенных пунктов аналоговещание будет отключено. Действительно так, но это будет вторая волна сроки реализации, которая неизвестна. То есть нам нужно понимать, что аналоговещание в перспективе Федерация собирается прекратить финансировать везде, вне зависимости от того, какой численности населенный пункт. Но это следующий шаг, который, думаю, что в 2019 году не случится. По региональному контенту здесь надо, наверное, уже затронуть тему третьего мультиплекса. Мы вот так слегка уже коснулись нового формирования и правила формирования, формирования пакетов. И мы это сделаем после короткого перерыва. Да. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Да, но, судясь по всему, кировчанам все-таки помогут перейти на цифру. Как бы, да, не тянули кота за хвост, все равно помогут. И мы видим, что в 2019 году уже как минимум 11 областей точно будет полностью на цифре. Об этом говорил в нашей студии Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области. Он сейчас с нами. Иван Седлов, директор Кировского областного радиотелевизионного передающего центра. Здесь тоже в студии Иван Иванович сказал, что все грохнут в следующем году. И все тоже отключат и в Кировской области, и на всей России. И населенные пункты, да, свыше 100 тысяч человек, ниже 100 тысяч человек. Здесь вопрос еще в том, что инфраструктуру, как Иван Иванович сказал, надо поддерживать. И поддерживать его для одного-двух каналов или для целого пакета каналов. Аналоговое оборудование, это затраты практически идентичные. Кстати, Иван Иванович, сколько стоит обслужить один такой пункт? А у нас этих пунктов, Вы сказали, 48 объектов, да? 16. 48 объектов телевизионного. Аналоговое телевизионное. У нас в виде пункты разные. Есть пункты, где установлены передатчики 5-киловаттные и башни высотой 250 метров. А есть пункты, где установлены, вот один, допустим, 30 метров, там цифровой небольшой передатчик. Поэтому, как бы, разница... Ну, сколько в Кировской области тратится денег на обслуживание аналогового вещания? Ну, я скажу, что наша доходная часть, я открою сейчас, где-то там 220 миллионов рублей. Из-за того, что мы зарабатываем по договорам с телекомпанией. Вот отсюда можно смотреть. Рентабельность у нас не ахти какая-то. Затрата всё. Ну, 220 миллионов сейчас люди услышали в сочетании с рентабельность не ахти какая. Конечно, все вздрогнули сразу. Ничего себе не ахти какая, подумали они. А они откуда знают рентабельность? Ну, вот, кстати, Иван Иванович, когда не надо будет обслуживать аналоговые пункты, когда прекратится финансирование федеральное, как это скажется на экономике предприятия? Ну, экономика, значит, конечно, переход с аналога на цифры для нас не очень хорошее дело. У нас начинается отключение аналогового телевидения, доходы с аналогового телевидения, естественно, выпадают. Ну, на сегодня проект такой, что где-то мы останемся примерно по нулям, значит, то есть у нас выключится 60 передатчиков аналогового телевидения, 60 объектов, на которых там по две программы есть, Россия, первый канал, вот, но включится по два передатчика цифрового телевидения. В обслуживании цифровой передатчик, конечно, сложнее намного, требуется больше измерений, более такое, значит, как бы претензионное оборудование, там такое точное, аккуратность требуется. Поэтому раза в полтора, значит, передатчик эквивалентной мощности, 5-киловатный, допустим, цифровый и передатчик аналоговый, раза в полтора трудоемкость затрат на его обслуживание и вообще будет больше. Ну, собственно говоря, вы не теряете, получается. Ну, мы не должны потерять, по нашим прогнозам. Не должны потерять. — Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, Андрей Шпор, директор хординга «Медиа-9», телеканала РБК «Перемь», тоже здесь в нашей студии. Давайте мы продолжим с того, на чём остановились до перерыва. Слово Юрию Палюху. — За время перерыва, надеюсь, Иван Иванович наговорил много вещей, которые можно пессимистично воспринимать, на самом деле. — Что отключат всех от аналога. — Отключение всех от аналога. На самом деле нам нужно сейчас именно такую риторику применять для того, чтобы население это понимало и готовилось. Речь идёт не о том, что мы с июня только начнём плавно вкатываться в эту историю. — С июня 2019 года. — Да. Речь идёт о том, что в июне 2019 года уже будет отключено. Поэтому нам необходимо готовиться уже сейчас и применять действительно такую риторику, что всё, ничего больше не будет. Нужно сейчас готовиться и приобретать. На сайте нашего министерства мы опубликовали всю необходимую информацию о том, какое оборудование нужно покупать. У нас нарисована в наглядном виде карта с нанесения светового раскраска всех населённых пунктов, в каком населённом пункте будет достаточно приобретения просто цифровой приставки. Это вопрос плюс антенны тысячи рублей. Те населённые пункты, которым необходимо будет приобретать спутниковое оборудование, тоже там раскрашено. У нас есть технические характеристики к этим оборудованию без привязки к вендорам, чтобы граждане понимали, что им нужно купить, понимая, что сейчас могут быть какие-то злоупотребления. Люди начнут с мешком какой-то техники ходить по домам и продавать непонятно что. — А счастливим у вас за 100 тысяч рублей? — Что-то такое. На деле можно осчастливиться за тысячу рублей. А может быть и вообще это не нужно, потому что 5,5 тысяч моделей уже телевизоров на рынке продающихся уже достаточно давно, уже 5-7 лет продающихся, имеют уже встроенные цифровые приставки и достаточно приобретения просто дециметровой антенны. Никакой приставки больше не нужно покупать. То есть это гражданам нужно понимать, и мы должны на это их ориентировать и готовить информационно к этому. Вот Андрей еще задал вопрос по информированию граждан в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. Здесь, во-первых, в Кировской области развернуты, эксплуатируются, неоднократно тестируются системы экстренного оповещения населения через громкоговоритель, пристановленные в городах. Эта вся штука развернута, эта работа, она существует и никуда не денется. Во-вторых, по цифровому телевидению, это ровно тот же вопрос, если бы у человека в принципе не было телевизора, он бы и по аналоговому вещанию не узнал о каком-то экстренной ситуации. А и дополнительный стандарт сейчас мы точно знаем в проработке в Минцифре федеральной, и необходимые рекомендации, инструкции до нас будут доведены, что еще необходимо, нужно настроить. И нам в течение месяца Минцифра уже сообщала. Дополнительно хочу сообщить о том, что правительство Кировской области прорабатывает вопросы мер социальной поддержки социально незащищенным населением, компенсации затрат на приобретение вот этого оборудования. Сейчас рассматриваются две категории граждан. Это малообеспеченные многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей инвалидов. Через МФЦ можно будет подавать заявки на компенсацию затрат на приобретение такого оборудования. В случае цифровой приставки до 1000 рублей будет компенсация. В случае спутниковой истории это 6000 рублей. В эту историю входит само спутниковое оборудование. Услуги по монтажу и настройке этого оборудования также будут компенсироваться для этого населения. Цифра уже примерно понятна. Сколько у нас таких выгодоприобретателей будет? Да, это порядка 10 тысяч таких домохозяйств, которые потенциально могут воспользоваться вот этой мерой соцподдержки. При этом мы понимаем, что многие из них уже сейчас, сегодня смотрят телевидение, у них уже это оборудование может быть есть. Им не потребуется эта мера, потому что у них это уже сегодня есть, уже много лет используется. Это будет заявительный характер? Заявительный характер. Вносить эта мера. В какие сроки правительство планирует объявить об этом? Мы планировали всю эту историю начать компенсацию приема заявлений с января по март 2019 года. Однако с учетом позиции федерации, которая была озвучена в конце прошлой недели о растягивании до июня этой истории, мы сейчас сроки скорректируем. Буквально в пятницу на этой неделе мы собираем все муниципальные образования, все глав поселения, где вот эту всю историю расскажем совместно с нашим региональным Минфином, расскажем, как это делается, как им необходимо эту работу организовать. Все заявления можно будет подавать через МФЦ, это максимально доступная история. И думаю, что все граждане смогут этой мерой поддержки воспользоваться. Те, которые эту меру поддерживают, мы не должны просто всех бросить на эту историю. Хотя эти затраты единоразовые. Много, вы уже посчитали, какой объем затрат на этом может? И что, откуда, из каких бюджетов? Ну, сейчас сложно сказать, из каких объема затрат. Опять же, исходя из того, что есть просто номинальные цифры, количество домохозяйств, проживающих, либо состоящих в списках организации соцподдержки. У нас есть официальные списки, сейчас не буду их называть, мы их корректируем еще раз, пересчитываем с учетом того, что сроки переносятся. Но у нас уже понимание есть по объему финансирования и адресной поддержке. Возможно, список вот этих категорий социальных групп граждан, которые дополнительно войдут в этот пул, он, возможно, расширится, поэтому это будут другие цифры. Каковы объемы финансирования, примерно, которые вы представляете? Это порядка 10 миллионов рублей. Юрий Иванович, у меня опасения, рынок есть рынок, никак не ограничишь аппетиты поставщиков этого оборудования. Мы закладывая тысячу рублей, не гарантированы, люди не гарантированы от того, что цена на своей приставке скакнет просто с Нового года, может, даже в несколько раз. Да, обязательно. Или есть ограничения государственные именно по наценке на продукцию? Здесь государство рассматривает два таких ограничения, которые они собираются ввести. Первый вот именно то, что по стоимости. Здесь, конечно, ввести государственные ограничения не вправе, это полностью коммерческая история. Вместе с тем мы запрашивали коммерческие предложения у крупных игроков, которые согласны на правила игры. То есть есть 20 каналов. Вот мы говорим, допустим, о спутниковом вещании. Далеко не все операторы спутникового вещания в составе своих пакетов, приобретя тарелку, будут эти 20 каналов без абонентской платы бесплатно предоставлять. На эту историю пока номинально согласны на федеральном уровне Триколора и НТВ+. Для того, чтобы эту историю пресечь, сейчас Минцифры федеральной внёс уже законопроект, который обяжет всех спутников-операторов в случае приобретения оборудования 20 каналов этих вещать без абонентской платы. Он ожидает своего принятия до конца этого года, и эта история будет зарегулирована. Второй момент – это по стоимости оборудования. Мы сейчас запросили коммерческие предложения у тех же НТВ+, которые были озвучены федеральным каналом. Они нам представили стоимость, которую они будут продавать. Это оборудование, которое они, собственно, собираются заморозить на весь этот период действия. У меня есть небольшая поправка. Андрей Шпорт. Да. Существующая законодательная база в Российской Федерации уже на текущий момент жёстко регулирует взаимоотношения любого оператора связи, распространяющего телевизионный контент, с этими первыми 20 каналами, первого и второго мультиплекса. Любой оператор, который имеет связную и вещательную лицензию, обязан распространять бесплатно 20 телеканалов на своём спутнике. Если мы вдруг неожиданно купили с вами оборудование какого-нибудь там Мурманск спутник ТВ, поставили у себя дома, заплатили за первый год обслуживания, за второй не заплатили, оно всё равно должно работать и показывать вам первые 20 каналов. То же самое и с кабельными. Кабельные операторы, да, абсолютно обязаны показывать первые 21 канал бесплатно. В кабеле 21, в спутнике 20. На практике мы имеем несколько другую ситуацию. Есть такое размочение, которое всё-таки решили на федеральном уровне зарегулировать. И я, честно, идёт даже не о Мурманск, там, Телеком, ТВ, вот как там назвали, а о гораздо более крупных игроках, которых мы не будем называть. Но, учитывая вот эту историю, на федеральном уровне решили окончательную точку поставить. На самом деле, тут должно быть усилий со стороны Роскомнадзора, это регулирующий орган отрасли, который, по идее, должен разговаривать с этими операторами и отзывать в случае неисполнения требований федерального законодательства лицензию. А на данный момент Роскомнадзор достаточно мягко себя ведёт с такими операторами, мы это точно знаем, даже на примере Кировской области. Я бы хотел... Да, Иван Ильич, пожалуйста, микрофон к себе, и у нас две минуты. Поближе, пожалуйста. Правительство Российской Федерации в решении от 15 ноября по этому вопросу уже предусмотрело, в принципе, такие меры. В частности, вот есть такой пункт, где поручено ФАС России в течение первого полугодия 2019 года организовать, мониторить цен на пользовательское оборудование для приёма цифрового телевидения с целью недопущения их необоснованного роста. То есть, как бы, они уже предполагают, естественно. Вы работаете в муниципалитетах и с этим вопросом тоже предупреждаете, что необходимо гражданам, там же очень много пожилого населения, которые... Коллеги, там уже работают те самые пройдохи, которые тему спохватили. Я уже знаю эти обращения к нам. Людям действительно пожилого возраста звонят и говорят, что всё, с 1 января отключают телевидение, поэтому вам надо купить приставку, и там цены совершенно не те, которые декларируются в магазинах или где-то ещё. Поэтому здесь, конечно, со стороны и СМИ, и органов власти нужна такая хорошая разъяснительная работа, потому что как со счётчиками, там такая же точная история. Сейчас будут пытаться, там, ну, скажем так, нажиться на этом совершенно недобросовестные люди. У меня просьба всё-таки во второй части программы разобраться с участием Андрея, с подключением Мазурова. Что будет с региональным вещанием? Мы этим и собираемся заняться. Спасибо. Мы сейчас прощаемся с Юрием Палюхом, министром информационных технологий и связи Кировской области. Спасибо. Благодарим Ивана Седлова, директора Кировского областного радиотелевизионного передающего центра. С Андреем Мусенко и Андреем Шпортом мы остаёмся во втором часе. Этот вопрос как раз Андрею Леонидовичу, который вы задаёте, есть тема нашего второго часа. Сейчас перерыв, новости, тематические программы и реклама.